Добрый день, эксклюзивная информация, реконструкция событий, уникальные документы, видеосъемка от программы «Союзники» и «Алан Базиев». Смотрите сегодня. Рекорд контрактов. Московский авиакосмический салон в Жуковском превзошел все ожидания. Капуста для военных. Почему новую форму шутливо прозвали как овощ и какой она будет? Ну, как конструктор, скажем так. Служить играючи. Как новобранцы осенней кампании адаптируются к службе. Лучшие из лучших. Так можно смело назвать участников прошедшего в Подмосковье авиакосмического салона «Макс-2013». Более 40 стран мира представили новинки и разработки в области авиастроения. По сумме заключенных сделок эта выставка стала рекордной. За три дня авиаторы подписали контрактов на сумму более 10 миллиардов долларов. Мой коллега Сергей Николаев расскажет о самых ярких премьерах выставки. На «Макс» Россия представляет прорывные решения в области гражданского и военного авиастроения. И главная задача «Макс-2013» – демонстрация отечественных высоких технологий. Это уже стало традицией. Один из самых больших стендов принадлежит вертолетам России. И здесь, как обычно, много интересных новинок. Ка-226Т – скорая помощь и пожарная машина под одним винтом. Благодаря малому размеру лопастей он без труда работает в сложных условиях. К примеру, в горах. Отлично показал себя на испытаниях в Казахстане. Диаметр винтов небольшой, всего лишь 13 метров. Машина может сесть на небольшую, непраготовленную площадочку. Ми-171А2. Хоть и не сверхновый, но после доработок его можно назвать по-настоящему суперумной, многофункциональной машиной. Под днищем вертолета будут установлены новые видеокамеры, которые позволят в автоматическом режиме полета зависеть вертолетом над точкой. Ка-62. Еще один новичок. По сути, это первый Ка с рулевым винтом. Он вмонтирован в хвост. Опять же, для безопасности при работе в людных местах. А этот гигант Ми-26 – самый большой транспортный винтокрылый аппарат в мире. Однако его сравнивают с муравьем, ведь он может перевести груз тяжелее себя самого. А боевые винтокрылые собратья с первого взгляда внушают уважение. Среди них знаменитые Ми-28НЭ и Ка-52 «Аллигатор». Особое внимание на авиасалоне уделяли самолетам. И одной из скорлотых звезд стал Су-35С – многоцелевой тяжелый истребитель. Его особенность в том, что по своим техническим и летным характеристикам он приближается вплотную к пятому поколению. Су-35С может развивать скорость до 2500 км в час, поражать воздушные и наземные, а также морские цели. Специально для истребителя создана радиолокационная система управления «Ирбис» – самая мощная в мире. Она позволяет обнаружить цель на расстоянии до 400 км. Одна из сенсаций находится в павильоне Роскосмоса – управляемый транспортный корабль, который придет на смену прогрессам и союзам. И в перспективе он сможет без труда доставлять космонавтов даже на Луну. Пилотируемая кабина рассчитана на 6 человек и может доставлять на орбиту и обратно до 500 тонн полезного груза. Однако и космические, и любые другие летательные аппараты не приземлятся на территории России, без ведома современных систем ПВО. Здесь тоже новинка – современная зенитно-ракетная система С-350Е «Витязь» для обороны административных, промышленных и военных объектов. «Витязь», а также комплексы С-400 и С-500, в свою очередь, прикрывает зенитно-ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С-1». В этой батарее ПВО особняком стоит «Корнет-М», созданный на базе бронеавтомобиля «Тигр». При необходимости он поразит любые воздушные и наземные цели. Ничего подобного ни у кого в мире нет. Ракеты летят в одном луче с разницей порядка одной секунды. И когда комплекс реагирует на первую ракету активной защиты, вторая пролетает следом и поражает цель. Безусловно, каждый салон «Макс» – это кроме стендов еще и невероятно зрелищная летная программа. Причем все самолеты и вертолеты, которые взмывали в небо, еще полчаса назад стояли на смотровой площадке. Практическая демонстрация возможностей – еще одна отличительная черта – «Макс-2013». Выполняется горка на самолете А-380 с одновременным выпуском шасси. А вот гвоздем программы стали долгожданные, сверхсекретные истребители пятого поколения Т-50 или ПАК-ФА. Перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации. Хотя в начале салона с этими машинами возникли некоторые технические сложности. И были слухи, что ПАК-ФА исключат из программы салона. Ничего подобного не случилось. И Т-50 показали себя во всей красе. Этот «Макс» стал рекордным по количеству заключенных контрактов. И о том, что наши самолеты и вертолеты в цене, говорит общая сумма в 16 миллиардов долларов. Сергей Николаев, Сергей Евсеев, Артем Курчавый. Программа «Союзники» Московская область. Конечно, ПАК-ФА был самой долгожданной премьерой салона в Жуковском. Но на второе место среди российских авиаторов можно поставить Су-35С. Этот самолет также выполнен с применением технологий пятого поколения, но имеет классификацию 4++. Тем не менее, Су-35С удивил как обычных зрителей, так и профессионалов. Можно начать хотя бы тем, что это единственный в мире самолет, который может делать разворот на 360 градусов в горизонтальной плоскости без потери скорости. Летчики называют этот элемент «блинчик». Вообще, конструкция этой машины позволяет с легкостью выполнять сложнейшие фигуры высшего пилотажа. Пространственные бочки, кульбиты, плоский штопор и другие. Но это, конечно же, не главное назначение самолета. Су-35С самый мощный в мире истребитель четвертого поколения. Главное назначение которого – уничтожение пилотируемых и беспилотных летательных целей, поражение надводных и наземных объектов. Для чего у Су-35 имеется внушительный арсенал. 30-ти миллиметровая пушка, 12 точек подвески для ракеты-бомб, дальность обнаружения целей превышает 400 километров. А бортовой радар позволяет сопровождать до 30 объектов на расстоянии свыше 80 тысяч метров. Ракетное и бомбардировочное вооружение может размещаться на авиационных, пусковых и катапультных устройствах, а также на балочных держателях. Без дозаправки истребитель пролетит больше 3,5 тысяч километров, а с подвесным топливным баком и все 5 тысяч. Вертолеты в народ накануне открытия авиасалона МАКС-2013 президент России Владимир Путин побывал на ростовском вертолетном заводе, где ознакомился с новыми образцами продукции и сделал ряд заявлений. В первую очередь он коснулся гражданского вертолетостроения. Так, до 2020 года власти выделят около 36 миллиардов на развитие направления. По словам Путина, в области гражданского вертолетостроения есть большие неиспользованные резервы. В планах существенно увеличить объем поставок гражданской вертолетной техники как на экспорт, так и для внутренних нужд. В последнее время о планах развития авиации говорится много, как то первыми лицами государства или руководителями министерств. По официальным данным, до 2020 года по всей стране части ВВС должны будут в значительной степени обновить свои авиапарки. На это будет направлено более 20 триллионов рублей. И через 7 лет в стране будет совсем другая армия. Каковы же реальные перспективы? Попробовал разобраться наш корреспондент Александр Смирнов. Масштабная программа перевооружения. Все то, что раньше только показывали на выставках, теперь не экспонаты. Мертолеты и самолеты, о которых пилоты ВВС слышали, скоро будут, теперь на взлетно-посадочных площадках воинских частей. Уже в этом году в ВВС поступят самолеты Су-34, Су-30СМ, Су-35С, Яхт-130, вертолеты Ка-52, Ми-28Н. Для непосвященных за этими аббревиатурами кроются самые мощные машины, способные дать фору ВВС любого государства в мире. От каких щедрот и почему вдруг государство решило сделать колоссальное вложение в переоснащение армии? Вопрос, который себе задают сегодня многие. Экс-заместитель командира Стрижей, подполковник Копасов, так прямо и говорит, хоть и оптимист, но сама жизнь заставляет усомниться в светлом будущем военной авиации. 15 лет назад при выпуске из летных училищ ребятам обещали, что они будут летать на Яхт-130. Прошло 15 лет. Яхт-130 есть только в одном полку и в достаточно ограниченном количестве. Категорически обвиняет Копасовой в пессимизме военный обозреватель Виктор Литовкин. Говорит, хоть и много мнений вокруг будущего вооруженных сил, но повода для оптимизма еще больше. Офицеры готовятся в течение 4-5 лет. Они в училище работают. Мы не принимали в течение 3 лет людей в военное училище, но в авиации были накоплены полтора экипажа на каждый самолет. И обеспечить ВВС специалистами, которые будут поддерживать самолеты-вертолеты на крыле и винте, планируется к 2020-му. Илья Евстафьев, Александр Смирнов. Программа «Союзники. Москва». Сюжеты нашей программы можно смотреть и в интернете на сайте www.youtube.com. В поисковике необходимо набрать слово «Союзники». Там действительно интересно. Встретимся с вами через короткую паузу. И смотрите во второй части нашей программы. Капуста для военных. Почему новую форму шутливо прозвали как овощ и какой она будет? Ну, как конструкторская. Служить играючи. Как новобранца осенней кампании адаптируется к службе в армии? Форма «Трансформер» в Петербурге запустили в производство новую форму для российских военнослужащих. Один комплект будет включать в себя целых 23 предмета одежды. И военнослужащие смогут комбинировать их в зависимости от ситуации. Набор разработали еще в 2011 году, но на доработки и переделки ушли целых два года. Что же получилось и насколько это удобно оценила Лена Петровска? ВКБО или Всесоюзный конфликт базового обмундирования. Так на языке военных называется новая форма. Ну, а рядовые уже прозвали ее просто капустой. Включает она в себя аж 23 предмета одежды. От нижнего белья до зимней куртки. Которые можно комбинировать в зависимости от ситуации. Ну, как конструктор, скажем так. То есть можно выбрать любое сочетание предметов, исходя из задач, которые будут решать военнослужащие погоды, климатических условий. Соответственно, он каждый под свои ощущения может это все скомбинировать. При этом верх, он будет внешне одинаковый у всех. То есть подчеркивается принцип единообразия формы в вооруженных силах. Полевая форма будет единой для всех от солдат до генералов. Отличие только в погонах. Кстати, их вернули на прежнее место. Погоны размещались вот здесь впереди. Министрам принято решение погоны вернуть на плечи. Рядовой Вадим Ласточкин участвовал в испытании в ВКБО. В новой форме ему пришлось прыгать, бегать, ползать по-пластунски, стоять под дождем. Понравилось. Говорит, удобно. В старой форме, начнем с ремня, носился ремень. Это не всегда удобно. Он где-то цепляется, где-то спадает. А здесь все на веревочках, завязал сразу и удобно. Китель носится на выправ. Тоже очень удобно. Потому что если его заправить, он постоянно расправляется, его нужно обратно заправлять. И то, что все на липучках, тоже удобно. И вот эти складки, которые есть в боку. То есть они не сковы движения. С появлением новой формы в прошлое ушел не только ремень, но и портянки. Их заменили носки. На смену пуговицам пришли липучки и молнии. Виды изменилась и традиционная армейская ушанка. Вместо завязок теперь липучки. А средства связи можно использовать, не снимая шапки. Новая полевая форма на 2,5 килограмма легче старой. Она компактная, эластичная, теплая. Прошло испытание при минус 40. И, как утверждают производители, долговечная. Прослужит целых 4 года. Еще одно новшество. У российского солдата теперь будет вот такой компрессионный мешок. Трудно поверить, но в эту сумку размером 40 на 20 сантиметров умещаются зимняя куртка и зимние штаны. Секрет легкости. ВКБО в использовании новых технологичных материалов. За основу производители взяли современную одежду и обувь спортсменов. Основная задача, чтобы сохранять тепло. Если это ветроводозащитный, то нельзя допустить какой-либо дырочки, благодаря которой солдат в дальнейшем может намокнуть. То есть это проклейка швов. Если это летний полевой костюм, то там используется переплетение, там используется особая конструкция, которая дает возможность функционировать руками солдату. Мы учли все замечания, которые были сделаны в прежней форме, для того, чтобы облегчить, наверное, чуть-чуть жизнь наших ребят. Швейница, где делают новую форму, выпускает тысячу изделий в день. Пока из импортных материалов. А с 2014 года ее полностью будут производить в России. После того, как форма готова, ее проверяют на качество. Кладут под пресс и подают воду. Если в течение нескольких секунд вода не проступает, значит все в порядке. Полностью в новую форму российские военные переоденутся к 2015. Но уже до конца этого года Министерство обороны будет поставлено 100 тысяч комплектов. Лена Петровская, Виктор Корецкий для программы «Союзники» из Санкт-Петербурга. Российский «Мустанг» в Южный военный округ поступили новые машины. «Мустанг» предназначен для перевозки личного состава, грузов, буксировки прицепов. Военные Южного округа проверяли автомашины на проходимость в условиях высокогорной местности, а также начали подготовку к мастер-классам по экстремальному вождению в нестандартных ситуациях. «Мустанг» может комплектоваться топливным баком повышенной прочности емкостью до 500 литров. Кабина может иметь тахограф, автономный воздушный отопитель, модернизированные сиденья и панорамное ветровое стекло. Опережая звук, в России создана гиперзвуковая ракета. Однако на данном этапе испытаний время ее полета всего несколько секунд. На вооружении в России на данный момент уже есть ракеты, которые летают со скоростью гиперзвука 4,5 маха. Разработчики стремятся создать оружие, способное развивать скорость от 6 до 14 маха. По словам руководителей направления, развитие гиперзвуковых исследований будет способствовать подъему не только оборонной, но и гражданской отрасли за счет новых технологий и видов топлива. С гиперзвуком тесно связаны и аэродинамика, и двигателестроение, бортовое и радиоэлектронное оборудование. Военно-морские силы США только начали принимать в опытную эксплуатацию и оценивать боевые корабли прибрежной зоны типа «Свобода». Это новое поколение надводных кораблей ВМС США, которые могут действовать в открытом море, однако адаптированы и для выполнения задач в прибрежной зоне. Среди основных функций фрегата – патрулирование, защита флота от нападения малых надводных судов, борьба с малошумными подводными лодками, противоминная борьба, ведение разведки, поддержка действий сил специальных операций. Благодаря тому, что корабли сконструированы с использованием модульной концепции, каждый из них в короткое время может быть перепрофилирован для выполнения любой из этих миссий. Время служить. Осенью в странах СНГ традиционно стартуют призывные кампании. В Таджикистане отдать долг родине планируют около 16 тысяч новобранцев. Как сейчас служат те, кто был призван весной, что нового они узнали для себя, и главное, такой ли они представляли себе армейскую службу. О тех, кто служит, и тех, кому это лишь предстоит. Зарина Абдуназарова. Первыми на призывном пункте проводят отбор командира именно этой части. Комендантский полк попадают самые лучшие ребята. Здоровые, высокие и красивые. Именно они встречают главы иностранных государств и зарубежные делегации, участвуют в торжественных мероприятиях, посвященных государственным праздникам. Эти молодые люди – своеобразная визитная карточка страны. Потому солдатам здесь приходится нелегко, ведь они не только учатся мотать портянки, чеканить строевый шаг, но и постоянно совершенствуют свои знания и умения. Даже за пределами части узнают наших ребят. Они выделяются манерой поведения, разговором, дисциплиной. Все ребята обязательно имеют образование, ведь по ним судят приезжие из других стран о нашем государстве и о военнослужащих Таджикистана в целом. На улице «Жара плюс 40» ребята на плацу разучивают элементы с карабином. Правда, у новобранцев в руках макеты. Но весят они даже на 200 граммов больше, чем настоящее оружие. Но тяжесть не в весе, а в умении сделать все одновременно и не уронить карабин. Элементы на караул. Раз, два, три, четыре. Попоймо. Раз, два, три, четыре. Через четыре месяца новобранцы уже смогут участвовать в важных мероприятиях. Акбар Алийсуев ждет этого момента. Он взял академический университет и пошел служить. Считает, что в армии тяжело только неподготовленным людям. Я в гражданском был спортсменом. Когда я сюда пришел, для меня вообще не было трудно. Многие продолжают на службе работать по профилю своей допризывной учебы. Например, Фердау Сашуров продолжает свое музыкальное образование. Уже в оркестре комендантского полка он освоил игру на карнаях. Это национальный музыкальный инструмент. Фердаус говорит, что жизнь на гражданке, конечно же, отличается от армейской. Первым делом привыкаешь к командам, приказам и строгому распорядку. Ко всему привыкаешь. И вставать рано, и ходить с троем. Мне сейчас даже нравится, я получаю новый опыт. Игра на карнае – нелегкое дело, а здесь еще приходится двигаться во время игры. Это сложно. В последние годы число призывников, которые сами приходят на призывной пункт, постоянно растет. А это, считают в Министерстве обороны, говорит не только проявление патриотизма молодых людей, но и об улучшениях самой армии. Зарина Абдуназарова, Байдалу Гаибов, программа «Союзники. Таджикистан». Ну и далее в нашей программе рубрика «Без комментариев». Уже поняли, все остальное не разрешено. Разрешаться незначительно. Есть, есть, шесть. Семь. Есть. Есть. 269. Я ожидала, ну вот это, как бы, скажешь нам, потом. Да! 10.31. Стой, последний. Эпицентр информации о событиях в странах СНГ на мультимедийном портале МИР24.ТВ. Программа «Союзники» выходит в эфир по вторникам в 19.25. Не опаздывайте. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...